Вся жизнь Есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств. Все промыслительно. Мы не понимаем значения того или другого обстоятельства. Перед нами множество шкатулок, а ключей нет. Были такие люди, которым открывалось это. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Путь паломника». И сегодня мы расскажем о человеке, которому Господь в земной жизни уготовил особую роль. Это схемонахиня Мануила Елисеева, наша с вами современница. Очень много людей ежедневно приезжали и приходили к Матушке за советом, утешением. Не только из Самары, где она жила, но и из Новокуйбышевска и других городов, губернии и России. Матушка рассказывала о том, что утешать ее благословил митрополит Иоанн Снычев. Она была по характеру очень непосредственная, таким очень глубоким чувством юмора. И тот дар удивительной молитвы, который она приобрала еще послушницей в монастыре, закрытый во время хрущевских гонений, помогал ей достигать внутреннего мира радости и делиться с окружающими. И вот как-то она спросила, Вадыка, а можно ли людей утешать? Да, благословляю, утешаю людей. И вот когда ее упрекали, что ты всех принимаешь, говорю, Вадыка меня благословил утешать. Мы один раз с одной нашей прихожанкой поехали. Она первый раз, и она очень волновалась. Говорила, а вот это можно у нее спрашивать? А вот это можно? Я думаю, как это, Машкин? Ну, что, надо, то и надо спрашивать. А когда она зашла, она так зарабела, она очень деликатная и скромная. И она так зарабела, что она прям не могла ничего сказать. А матушка как начала, все ей отвечать на ее вопросы. А я думала о своем, и там о матушкином, и даже не заметила это. А потом уже, когда меня Татьяна Николаевна в бок толкнулась, смотри, смотри, она же нам все рассказывает, про что мы спрашивали. Приехали четыре человека из Саратова. Они в интернете прослышали, что у нас в храме кровоточивая икона царя Николая II. И приехали приложиться к этой иконе. Ну, а я, рассказывая про святыни нашего храма, попутно еще им и рассказываю про матушку Мануилу. Они очень внимательно выслушали и сразу же захотели туда проехать. Им очень нужно было козе молока. И через два дня они позвонили, что к ним домой пришел человек с козой, с двумя козлятами. И какое еще было у них удивление, когда на лбу этой козы был крестик. Матушка Мануила, она была такая с юмором, она любила пошутить. И вот, знаете, вот такое ощущение было, как нам оттуда, вот, в Саисе Небесное какое-то послание пришло в виде этого крестика. Песня. 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 Матушка почила семь лет назад на праздник иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Песня. 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 6 ноября на южном кладбище города Самара, где покоится матушка, была отслужена панихида. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Солица Небесная сегодня именуется всех скорбящих радостей. Действительно, кто скажет из нас, что у него нет скорбей? Мы желаем, чтобы наши скорби заменились на духовную радость. Кто нам подаст такую радость? Кто нас избавит от таких далеких бедных скорбей? Конечно, в первую очередь, преблагословенная Дева Мария. Но на земле, дорогие братья и сестры, в лице праведников мы имеем в себе старших братьев и сестер, которые изведали нашу немощь. Которые за себя испытали скорби, болезни, труды, которые в течение земной жизни, приходящими к ним за скорбями, утешали, разрешали и помогали. Вот таким праведником относится и ныне нами почитаемая всемонархиня Мануила. Спасибо, дорогие братья и сестры. Всех я поздравляю с праздником Божьей Матери и с молитвой памятью нашей любимой дорогой Матушки. И желаю, чтобы по ее молитвам сегодня все мы получили духовное обилие Божественной благодати. Чтобы мы ушли от этого места утешенные, окрыленные, посвященные благодати Духа Святаго. Чтобы по ее молитвам Господь помог нам, занеси нас в крест, простили наши реки и вечно с нею даровал нам то наследие вечной жизни, которое Господь уготовил всем любящим Его. Аминь. Спасибо. По благословению митрополита Самарского и Сызерского Сергия сейчас собираются материалы к прославлению с химонахиней Мануилой. Отец Артемий обращается с просьбой ко всем, кто стал свидетелем чудесной помощи по ее молитвам, описать эти случаи и отправить письмом на имя настоятеля в Новокуйбышевский храм Николая Чудотворца. Все эти листочки с фактами будут подшиваться к делу о подготовке канонизации, которая свершится в Богу известное время. Очень много совершается чудес. Чудеса такие явные, яркие, очень быстрые. Буквально в тот же день, когда матушку кто-то попросит, приходит чудесная помощь. И поэтому без всякого сомнения действительно обращайтесь к ней за помощью. Как в Москве блаженная Матрона, а в Петербурге блаженная старица Ксения, так и Самарской земле и всему Поволжью Господь даровал в лице матушки Мануилы такую же быструю заступницей ходатайцев. Матрона, а в Петербурге блаженная старица Ксения, Матрона, а в Петербурге блаженная старица Ксения, Маме свекрови сказали, что она не доживет и до года. Но она, как видите, прожила, много прожила, много добра людям сделала. Тяжело, конечно, ей приходилось. Все-таки она больной человек была. С мамой они жили вдвоем. Мама 17 лет лежала, не вставала, за ней ухаживала. И все около нее, мамочка, мамочка с улыбочкой, и все. Мне кажется, это святой, она родилась святой. Поэтому на счет иногда говорят, ой, надо грехи заболеть. Я говорю, господи, какие там у тебя грехи. У тебя одна святость, одна от тебя излучается, одно добро. Поэтому люди к ней тянулись. Рассказать о матушке, о ее чудесной помощи захотели очень много людей, и знавших ее лично, и незнакомых. Вот несколько историй. Мы с матушкой Манеллочкой еще начали общаться, когда она была жива. Мы общались только по телефону. Она мне рассказывала о своем отце, о матери, немножечко про себя. И все время наставляла или утешала. И вот когда я ее уже не стала, я тогда училась в семинарии. Вот первый такой духовный контакт получился очень интересный. Я собиралась идти сдавать экзамены по сольфеджио. И очень волновалась, думаю, наверное, не сдам, не пойду. А у меня ее фото-карчика стоит на тумбочке. Разговариваю, вроде бы, и не с ней, а просто смотрю на нее. И получаю такой ответ. Дочка, иди чай на четверочку-то сдашь. Я думаю, как-то странно, что у меня с головой, наверное, не в порядке. Прихожу, значит, сдавать экзамен. Все сдают, у меня спрашивают, гражданки, ну ты будешь сдавать-то? Я говорю, да, наверное, попробую. Ну, в общем, сдала, спрашиваю. Галина Ивановна, преподаватель наша. Я говорю, ну что, троечка-то будет? Он говорит, чай четверочка-то будет? Я ей тут же рассказываю, что мне вон Милочка прислала, что я бы сама, наверное, не решилась прийти. 25 января в подъезде. Мы живем в девятиэтажном доме. Между восьмым и девятым этажем начался пожар. За час до этого матушка мне приснилась. Хотя я никогда ее не видела. Просто вижу, что икона и понимаю, что это матушка. Тут там стучат соседи, кричат, что пожар, надо выходить. Мы мочим полотенце, выбегаем, садимся в машину. Следом из девятого этажа окна с пролета вылетают, горящие. Когда мы вышли, через полчаса все потушили, и до нас пожар не добрался. Вот нас матушка спасла. Я осталась без квартирки. Ездила, просила зимой, замерзала. Все равно ездила и просила Мануэлшку, чтобы она мне помогла. Она мне, говорит, милица, вымылила Господа и помогла. Мне дали квартирку. Я сейчас живу и радуюсь. И благодарю ее день и ночь. Спасибо Господу и мануэлушке за ее добрые дела. Буду, сколько буду жить, столько буду славить и прославлять ее святое имя. И благодарить ее за все. После панихиды и поминального обеда в культурно-посвятительском центре Никольского храма в Новокыбышевске был показан фильм известного писателя, документалиста, режиссера Алексея Алексеевича Солоницева под названием «Если живете любовью». Узнать о матушке Мануэле довелось, когда мне было поручено снимать фильм о митрополите Иоанне Снычуэль. Он прослужил в этом соборе 25 лет. И последние пять лет своей земной жизни, служа в Санкт-Петербурге, он свой отпуск проводил в Самаре, встречаясь со своими духовными чадами. Среди них была и Римочка, ходившая к Ладыке Ану в свои юные годы. А вот вы говорили, матушка, насчет любви-то, это кто говорил, дедушка или Ладык, что и здесь любви нет? А это Ладык Ана говорил. Один раз стоит в церкви вот так, да, и говорит, вот там нет любви, на церкви показывает. Потом поворачивается на клирис, говорит, и там нет любви. Вот так поворачивается, говорит, и там нет любви. Да. Любви очень мало. Есть, но очень мало. Крошечка одна. Потому что написано в описании, что о любви будет очень мало. Потому что такое время пришло. Люди воспитаны без Бога три или четыре поколения. И не приучены к ласке. Вот у моего папы более старинный человек. Он был инженер, а ласковый, нежный, простой такой. И высокий, худенький-худенький был. Вот я все в него. Это у меня позвоночник склез, поэтому я поменьше. И вот он говорил, доченька, вот раньше совсем другая была молодежь. Я училась в институте тишина, покой. Все были ласковые, нежные. И вот раньше такие были. Отец Ангкранштадтский говорил, что любовь должна быть у всех людей. Мы должны друг к другу относиться. И Владыка говорил всегда нам. И Владыка, и дедушка. А Владыка нам так говорит один раз одному дедушке. Вот вроде мы такие ласковые, нежные. А как-то нас только чук-кальни, и мы с розовым. Вот надо так, чтобы всегда быть ласковым. Владыченька. Старайтесь быть ласковенькими, нежненькими. И они так всегда нас учили. Это такое служение Господу, что оно как нигде существует в России. Человек добровольно принимает на себя вид, ну, говоря по-мирскому, дурака. Но в России и Василия Блаженного, и Никита Новгородского, и многих других почитали как великих святых, как людей, которым дан дар прозрозливости, откровения и видения какого-то. Также и блаженные люди. Или мы их принимаем, или нет. Но я понял, что она блаженная, и, конечно, ей открыто нечто такое по молитвам, по пребыванию в особом таком состоянии, когда человек ни на минуту не расстается с Господом. Молитвенный подвиг их продолжается все время, и день, и ночь. Вот я понял, что она такая. И знаете, почему понял? Когда она отошла ко Господу, и закрылись ее глаза, и она лежала на смертном адре, я был потрясен. И эта спящая красавица лежала. Это настолько прекрасное лицо. Как говорил тот же апостол Павел, уже не я живу, а живет Христос во мне. Вот по Христовой любви, по этим законам она и жила, и поэтому она достигла такого, ну, я бы сказал, даже святости. Потому что и лицо ее, и жизнь ее все свидетельствовала о том, что она поднялась вот на какую-то высшую ступень, которая нам, к сожалению, мы ее вряд ли можно достигнуть. Отпевали матушку в Самарском Юверском женском монастыре. А через год, по благословению митрополита Сергия и согласованию с властями, было совершено перезахоронение в часовне. Мы обрели совершенно нетлинные останки. Была комиссия в Лаве с благочинным отцом Владимиром. Нетленный гроб, нетленная одежда. Даже все сохранилось, молитвки цветные, все сохранилось, как будто это только вчера и положили. Когда открыли гроб, то было благоухание. И честно, я даже сначала, когда мы это делали, я даже как-то не осознавал вот это все, что происходило. А когда потом уже задним умом додумывал, мне показалось, что как будто батюшка ходит с кадилом. Но кадила тогда не было в руках. И тело матушки было совсем не похоже на тело покойного. То есть, как обычно в нашем понимании. Но другими словами, я увидел то, что не каждый человек может видеть в нашей обыденной жизни. Присутствовал при таком событии, которое даже не подается словами, если описать просто. Я вообще про матушку Мануилу я ничего не знала. Просто пришла на похору, на пересохранение, все. Потом, когда пошли домой, все кресты, все деревья, вы понимаете, все золотистые, все золотом покрыто. Весь асфальт идем, вот он тоже золотой. Мы идем, женщина, я говорю, слушайте, на вас одежка вся золотая, и вы лицо. Меня тоже, говорят, что я смотрю. Они на меня глядят так, скажут, ну, наверное, нормальная какая-то. Вот что я хотела сказать. Я после этого, я уверила, что действительно тот человек святой. Старший сын у меня по ночам кричал очень сильно. Прямо, я не знаю, что это было и почему. Ну, прям каждую, и все больше и больше с каждой ночью он прям начинал кричать каждую ночь уже. И что это было, я не знаю, потому что его успокоить было невозможно. И он становился как каменный. А когда приехали вот сюда на перезахоронение, как раз вот когда ее перезахоронили, я даже не просила как-то, и мыслей таких не было. И в ту ночь он первый раз не кричал у меня. И с тех пор, слава Богу, больше не кричал. Когда я ее спрашивала, чего же она хочет больше всего? Ну, не самое великое, а вот, допустим, бытовое. Она теснялась, стеснялась, а потом говорит, Знаешь, вот если бы не было, ну, никто бы не пришел, людей не было бы, я бы как взяла, как разложила бумагу, краски и рисовала. А я так удивилась, ну, я знаю, что она рисовала, но я просто удивилась такому ее желанию. Она опять смотрит, ну, я же художница все-таки. Вот она ради нас, вот ради нас, которые каждый день приходят и плачут в жилетку, да, хорошую мы ей как-то мало наносили. Она готова все свое самое, самое такое, чего бы хотелось. Еще она как маленькая была, она в куколки играла. А поскольку ей некогда из-за нас, потому что хоровод людей, я иногда возила ей маленькие вот такие куколки, она ему очень радовалась, она говорит, а смотри, куда их, раз в кармашек. Вот когда никого нет, я раз, из кармашка, и ходить никуда не надо. Вот так мало требовалось ей, чтобы вот так вот раз и порадоваться. Просто совсем мало, а нам много надо. С моей супругой мы ездили, к ней я привезу, она там подружка, они к ней заходили, правда, я не заходил. Я сидел в машине, как правило. Потом приходили, супруга и целовала меня в Маковку. Я думаю, что такое, не пойму, в чем дело-то. Она говорит, а это матушка велела поцеловать тебе в Маковку, потому что она всех Владимиров любит. И она был так здорово удивлен, растроган, естественно. Сегодня ночью мне приснилась божественная рождественская служба почему-то. Пели ангелы в душе, потому что у матушки сегодня праздник. Потому что матушка, она у нас стала, вот для меня она стала, как мой член семьи. Мой муж, который раньше не ходил в храм, и которому я очень много возила пряников от нее, она в руки подержит, что привезем, она в руки подержит и отдаст. И я его подкармливала, подкармливала этими пряниками. Ну, сейчас он в алтаре. Всех подкармливала своих. И даже где я работала тогда, с той работой уже тоже, вот у нас пришла повар Валентина, она тоже ела эти прянички. Там я носила туда, угощала конфетки. В общем, все это было освящено ее ручкой святой. И все это потом какие-то дает всходы, о которых мы даже, может быть, сейчас и не можем до конца все это представить. Самое главное чудо, которое мы переживаем, приходя в часовню, это наполнение внутренней радости. Как она была при жизни, прежде всего, утешительницей, и по смерти сохраняется этот дар на месте пребывания ее нетленных мощей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»